Хайповать нужно своевременно статьи Вопросительный знак хайповать нужно своевременно Межнациональное отношение в России потенциальной линии развития политика Настоящее прошлое, угол зрения Взятие татарами русского города Владимира Кадр из фильма Андрей Рублев режиссера А. Тарковского, Теги, Никита Буранов Исмагил Шангареев, мнение, общество, культура Межнациональное отношение в нашей стране тот хрупкий сосуд Который мы каждый день обязаны бережно хранить И не дай бог разбить его Ведь то, что внутри него, а это все народы нашей великой страны Будет разобщено и противопоставлено друг другу Примеров тому в нашей истории было немало И смута, и революционные события И совсем недавний, по историческим меркам, распад СССР В ходе всех этих катаклизмов нашей истории Враги внешние или подогреваемые ими силы внутренние Всегда пытались разыграть национальную карту Стравить друг с другом наши народы Нередко у них это и получалось И каждый раз вело лишь к бедам и горю Но в то же время союз и дружба наших народов Стальную стержень, благодаря которому формировалось наше государство Росло, крепло, расширяло свои границы И отстаивало свое право на жизнь В наши дни, в век гибридных войн так называемых агентов влияния Непрерывного потока новостей и информации Стало очень сложно разобраться Кто друг, а кто враг Наверное, многие уже сталкивались с ситуацией Когда человек в информационном поле Всячески желает добра России Бьет себя, что называется Пяткой в грудь и вот он уже за границей Пишет грязные пасквили и всячески юзвит Конечно, нам не хотелось бы верить Что таких людей, сознательно пошедших на предательство Родины Прежде всего внутренне, в душе, много Есть и те, кто просто не очень хорошо разбирается в истории родной страны О них сегодня и пойдет наша речь Совсем недавно публицист по имени Исмагил Шангареев Выпустил статью под названием Межнациональные отношения в России потенциальные линии разлома Которые очень симптоматичны относительно темы межнациональных отношений Более того, этот текст может служить отличной иллюстрацией К поговорке «Благими намерениями вымощена дорога в ад» Впрочем, обо всем по порядку Автор этой статьи, по всей видимости, узнал, что такое хайп Вот только проблема в том, что хайповать нужно своевременно Конечно же, имя федерального министра культуры всегда на слуху И, примазавшись к нему, можно попиарить и себя Но не в тех вопросах, которые были закрыты в 2017 году А уж о том, что Владимир Мединский Как доктор исторических наук и автор книг Безусловно, имеет право на свою точку зрения Вообще рассуждать бессмысленно Так можно любого ученого атаковать за его позицию Чуть дальше мы этого еще коснемся Причем в своих книгах Мединский отстаивает исключительно патриотическую Разрушающую негативные стереотипы о России и ее народах позицию Но это был только заход Воспользовавшись громким именем министра Дальше Исмагил Шангареев пускается в исторические рассуждения В которых он явно не очень хорошо разбирается И мы сможем ему рассказать почему У Исмагила в тексте есть очень много отличных цитат Одну из них мы применили бы в самом начале нашего разбора Все смешалось в доме Аблонских Возможно, авторы так переполняли эмоции Что у него действительно все смешалось Поэтому распутать его сумбурный клубок мыслей и изречений будет сложно Но мы попробуем Будем продвигаться постепенно Автор начинает с того, что он, как представитель татарского народа Очень оскорблен позиция министра, высказанная о татарах Объясним, почему в кавычках Ниже, в книге о русском рабстве, грязи и тюрьме народов И даже приводит цитату К сказанному можно добавить еще одно Никакой другой народ не воспринимался в народном сознании страшнее и хуже, чем татары Причем речь идет явно не о казанских татарах Даже не о крымских татарах Прославленных страшными набегами и уводом в рабство людей По тексту фольклорных песен очень хорошо видно Что речь идет именно о татарах Сборщиках Дани, баскаках Чиновниках Золотой Орды Согласитесь, совсем иной смысл Для закрепления материала мы сообщим и с могилу, что в начале 13. В. Татары, Монг Татар, монгольское племя, обитавшее на северо-востоке Монголии Их кочевья занимали районы озера Буэрнур и реки Халхингол южнее реки Керулен, а также часть внутренней Монголии От будущей Казани и Крыма, признаться, далековато Да и татары это этноним, уже давно и хорошо изученный Для дополнительных знаний мы рекомендовали бы автору освежить в памяти события по началу создания Тимучином, Чингисханом, Монгольской империи Тогда разница между татарами современными и татаро-монголами средних веков ему станет очевидна Затем следует еще один, не менее интересный перл Автор ссылается на скандально известного публициста, историком его назвать сложно, Марка Солонина И опять, уважаемые Смогел, Мима, концепции Солонина в научных кругах получили название Солонина Уже несколько лет они не просто поставлены под сомнение, а опровергнуты целой плеядой современных и действительно уважаемых и признанных историков, таких как А. Исаев, А. Киличенков, Г. Куманев, В. Бешанов и многих других Эти имена весят значительно больше, чем цитата, коммерциализация истории Марка Солонина Согласитесь, Исмогел, брать за авторитет мнение не раз испачкавшегося в грязи публициста, не имеющего исторического образования, с развинченными тезисами, как-то не комельфа Теперь возьмем концепцию уважаемого Льва Николаевича Гумилева, на которую так часто любит ссылаться наш автор Да, действительно, точка зрения Гумилева как представителя Ленинградской, теперь Санкт-Петербургской, исторической школы на Татаро-Монгольской айго весьма специфична В своем знаменитом труде Древней Руси Великая Степь, ставшим кульминационным в его научной карьере, ученые отстаивают версию, что Монгольская империя была некой духовно-политической притечей империи российской Кстати, такие взгляды были и до Гумилева, Г.В. Вернацкий, П.Н. Советский Д.Р., просто Лев Николаевич возвел их в абсолют, в типично-позитивистском ключе, свойственном для всей советско-исторической науки Хахавека Возможно, мы откроем вам тайну, Исмагел, но в нашей исторической науке есть не только Гумилев и не только подобные его взгляду оценки Татаро-Монгольского нашествия и Игана Руси Например, Карамзин и Ключевский занимали как бы центристскую позицию, не отрицая жестокостей и наземных захватчиков Они указывали, что в то же время Ига способствовала централизации власти и возвышению Москвы уже более мягкая позиция, чем у Гумилева Есть и противоположный Гумилеву взгляд Известнейший академик Борис Рыбаков и доктор исторических наук Борис Сапунов считали, что нашествие Татаро-Монголов на Русь в корне изменило вектор ее развития Исчезли важнейшие ремесла, чернь, зерни и так далее Погибло до третьей населения Естественно, европейский феодальный путь развития был сломан Почти пропало каменное строительство и многое другое Исходя из этого, мы уже видим, что не все так однозначно И существует множество различных мнений относительно нашей тысячелетней истории, богатой на события и оценки И мы рекомендовали бы вам изучить их все, а не хвататься за одну, слепо следуя протаренными тропинками Возможно, и вы найдете что-то новое для себя Еще один пассаж автор дает относительно недавние инициативы отмечать стояние на реке Угре На наш взгляд, эта инициатива вполне понятна и объективна Отметить освобождение от трехсот лет выплаты дани, зависимости, грабежей и разрушений городов и сел можно и нужно Три века Русь сопротивляла Сигу, три века воевала За это время появились самые почитаемые русские святые Иван, три, сделал гербом страны Двуглавого Орла, Москва стала Третьим Римом Все ростки современного нашего государства были заложены в той централизации, которая огромными силами велась эти три века И с вашей легкой руки мы должны это все отменить и забыть Мы понимаем, вас смутило название поганые, которое на Руси было принято обращать к захватчикам Не только к татаром-онголам, чье происхождение мы вам уже и объяснили, но и к немцам, шведам, полякам, литовцам Кстати, немцы, тоже изначально совсем неприятное для иностранца слово, оно обычно произносилось пренебрежительно Но как же нам быть? Неужели нам нужно запретить сказки, где богатыри сражаются с басурманами? Или запретить популярную серию мультфильмов, так полюбившихся публике, про тех же трех богатырей, где они называют врага и игра черная? А помните, у Антона Павловича Чехова как назвался оркестр? Нам что, теперь нужно менять язык? Или пересмотреть полностью нашу культуру и наследие? На этом, нам кажется, приведенных доводов достаточно В завершение хотелось бы сказать уважаемому Исмагилу следующее Мы полностью поддерживаем и разделяем его озабоченность о сохранении в России межэтнической и межконфессиональной дружбы Всегда готовы к диалогу и открытой дискуссии по всем вопросам любой сложности и направленности Вместо линии разлома, которые ищет шангареев, мы предлагаем искать точки соприкосновения, которые позволят нам и дальше укреплять и развивать нашу страну и дружбу народов в ней А если уважаемый Исмагил этого делать не захочет, то по неволе, как у классика, возникает вопрос Не хочет ли он раскачать ту самую лодку межнациональных отношений, о которой сам так часто упоминает в своей статье Ведь вы же сами, Исмагил, цитируете президента России Владимира Владимировича Путина Мы будем укреплять наше историческое государство, доставшееся нам от предков Государство-цивилизацию, которое способно органично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий Так давайте укреплять его вместе, мы же сограждане, или нет? Никита Буранов, историк, публицист, постоянный автор портала история.рф Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!